Вот так вот когда-то тут работали люди, весь быт был устроен. Тут вот котлы были, но все, обратите внимание, современное. Причем тут еще не все топилино. Журнал Союза коммунистов Югославии. Вот так вот распиливается наследие. Всем привет, дорогие друзья. С вами канал обо всем подземном и заброшенном Андерволд и его ведущий Степа Волф. Я уже второй день нахожусь в городе Парачин в Сербии. И вчера разведывал залаз вот на этот завод. Собственно, сейчас еще немножечко понаблюдаю, где располагается охрана. Делают ли они обходы, есть ли там собаки. И планирую туда отправиться поснимать. Ну а пока вот вам немножечко местных красот и богатых старых особняков, которые, к сожалению, сейчас уже полностью разрушены. Надо сказать, что завод тут очень даже неплохо охраняют. Во всяком случае, все возможные залазы снаружи периметра со стороны внешней стороны завода. Я так понимаю, что все оперативно заделываются, потому что там очень много разбитых стекол, покалеченных дверей. Но нету ни одного нормального залаза с внешней стороны. То есть можно только пройти по мосту и оказаться сразу на центральной площади этого завода. Но там висит камера. Черт ее знает, рабочая она или нет. Но один залаз я вчера уже нашел. Хотя он достаточно геморройный. Приехав на место за день до этого, вечером я попытался проникнуть на завод. При этом, оказавшись на его территории уже в сумерках, я не заметил установленные на одном из корпусов камеры, пройдя практически под ними. Но то ли я не был виден в наступающей темноте, то ли камеры были нерабочими, но на тот момент все обошлось. Обнаружил я их наличие уже во время залаза на следующий день. Вот по таким зарослям приходится ходить в поисках залаза. И пока залаза не видно. Все потенциальные залазы заделаны, причем с внутренней стороны тоже. Завод, судя по всему, очень приличный. Вот такие вот квесты приходится проделывать, чтобы попасть на интересующий объект. Даже колючка есть. Что ж я могу сказать? За заводом явно следят, насколько это возможно. А вот и первый залаз. Где должны были быть ворота, все заделано кирпичом. Да, и к сожалению, даты нет. Интересно было бы понять, когда все это перестало работать. 1999 год. А вот и выход на территорию. Я думаю, что я сюда вернусь завтра. Какое-то время я наблюдал за территорией завода с балкона заброшенного особняка, пытаясь понять, делает ли обходы охрана, и вообще, есть ли там какая-нибудь жизнь. После чего отправился вдоль периметра завода. Удивительно, что на противоположном берегу от фабрики вся территория вот этой старой усадьбы или нескольких усадьб, она тоже заброшена и находится вот в таком жутком запустении. Здесь, во всяком случае, в югославские времена тоже было какое-то предприятие. А вот въезд на территорию. Сейчас все это тоже уже в запустении. И надпись на воротах, внимание, улицу переходи аккуратно, двигайся по пешеходной дорожке. Интересно, в этой части города вообще почему-то очень много заброшенных зданий. Вот еще одно заброшенное здание. Вот это вот наполовину жилое, наполовину живое. Это вообще удивительно, почему здесь, в этом районе Парачино, так много заброшенных домов. Тут же недострой, которому, похоже, уже не один год, а может быть даже и не один десяток лет. И очень колоритный старый железнодорожный мост, еще клепанный. Надо быстренько мне сейчас перейти на тот берег и изучить подходы к этому заводику с другой стороны. А посмотрите, как красиво украшено здание, как красиво украшен фронтон. И, похоже, этот завод как-то был связан с овцеводством. Может быть, какая-то предельная фабрика, может быть, швейная мануфактура. И тут же, похоже, газораспределительная станция, непонятно, функционирует ли она сейчас. Впрочем, об истории этой фабрики я расскажу чуть позже. А пока я добрался до места, где сидит охрана, и наблюдаю за ними через забор. Короче, блин, проникновение на территорию круженными путями. Ну, а вот и моя цель. Я пока буду поменьше комментировать, чтобы не спалиться. В тот момент, пробираясь по почти пустому цеху, образовывавшему часть внешнего периметра, я еще не знал, что охраняет этот завод не зря. Несмотря на десяток лет, прошедших с момента закрытия фабрики, во многих цехах сохранились не только металлоконструкции, но и множество оборудования. А в административных помещениях – различный офисный инвентарь и мебель. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот нехилая вентиляция тут стояла. А вот и парадный вход. А вот это размерчики. Главное – не заблудиться в этом здании. Оно настолько большое. В таком огромном помещении вешалка такая небольшая. 2009 год, 18 июня. А вот и офисные помещения. Тут, конечно, беспорядок, но в целом все очень даже прилично. Обратите внимание, какие-то перфокарты, коробки конфет. Естественно, цвета, цвета тканей, цвета красок, наверное. И диплом 1996 годом. Ну и, конечно же, самый шик – это портрет Тита. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наверное, в этой комнате вполне могла быть бухгалтерия цеха. Может быть, и тут выдавали зарплату. А может быть, какие-нибудь табели ведомости. Вау. Мне даже в голову не приходит, что это за машина. Если кто-нибудь знает, пишите в комментариях. Но это явно не карбюратор. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА За первое место. Май 1985 года. И вот она снова знаменитая югославская Т.А. Пич. А вот это очень похоже на какие-то выкрытия. Образцы материалов. Вот так вот когда-то тут работали люди. Весь быт был устроен. Вот еще некая машина. Посмотрите, какие весы. Уже был подвал. Там, похоже, все закрыто. И все поросло паутиной. Оказывается, за этой дверью было укрытие бомбоубежища. Но мы сейчас туда вряд ли попадем. И грузовой лифт. Кстати, из этого лифта можно было выйти на сторону цеха. Пожалуй, пора рассказать о предприятии, в цехах которого мы оказались. Это одна из старейших текстильных фабрик Сербии. Она была основана в 1904 году как фабрика шерстяных тканей. После Второй мировой войны производство было модернизировано. И во времена социалистической Югославии более 65% продукции шло на экспорт. В 2010 году в результате экономических перемен фабрика прекратила выпуск продукции. А уже в 2012 году была признана банкротом и началась распродажа оборудования, многое из которого было просто порезано на металл. Но спустя десятилетия здесь еще осталось на что посмотреть. Сейчас сохранившиеся станки и оборудование перенесли в ту часть цеха, которая расположена ближе к охране. Выйдя из цеха, я оказался в одном из помещений, где было расположено вентиляционное оборудование. Вот это да, вот это установочка для подачи воздуха и его фильтр. Оу, я так понимаю, что вентилятора с мотором тут уже давно нету. Да и дверька туда ведет соответствующая. Приводные ремни. Текстильные производства оказывают незначительное негативное влияние на экологию. Основные соединения, которые попадают в атмосферу, это диоксид серы, оксид углерода, ацетаты и иногда бензин. Несмотря на это, рабочие, занятые на подобных производствах, подвергаются значительно большему риску вредного воздействия на здоровье. Прежде всего, из-за работы с красителями. Именно поэтому здесь, как и на любом другом современном текстильном производстве, мы можем видеть мощные системы вентиляции, на которых должны устанавливаться специальные фильтры, препятствующие попаданию в атмосферу вредных веществ. Впрочем, позже мы побываем на техническом этаже, где расположены основные системы вентиляции и очистки воздуха. Обратите внимание, современные станки. И все это сейчас пилится. Похоже, это была столовая. Да, совершенно верно. Профессиональное кухонное оборудование, столы. Вот здесь была раздача. Здесь люди подходили и выбирали блюда, которые они будут есть. А там, там помещение с грязными подносами. Вот оно же, вид изнутри. Кухонька, правда, какая-то скромная. Тут вот котлы были, но все, обратите внимание, современная, очень современная плита. И не обошлось даже без гриля. Ну, Сербию без ростеля вообще невозможно представить. А вот, похоже, было гриль на углях. Здесь, скорее всего, были запасы продуктов. Тут кабинет заведующего столовой, но какой-то он совсем архаичный. Вы только посмотрите, какая мебель. Она не то, что Тита помнит. Она еще и более старые времена помнит. Вот это что за аппарат я вообще не берусь представить. Княжево с Югославия, еще югославских времен. Ну, и туалет. А часы застыли на без 15,3, на без 14. Ну, и просят закрывать за собой дверь. Будем вежливыми. Еще один огромный цех. Просто огромный. А там переход между корпусами наверху. Тут можно подняться на второй этаж. Но давайте мы пока изучим то, что осталось на первом. А вот это явно было фундаментом для какой-то машины, как я понимаю. Здесь же можно видеть, все перепачкано маслом. Жаль, но машину мы уже не застали. Да и метла эта тут вряд ли теперь кому-то пригодится. Хочу сказать, что этот выпуск не был бы таким ярким, если бы не помощь компании Армитек. И они предоставили для наших съемок одну из топовых моделей своих фонарей. И различные аксессуары к этой модели. Это замечательный фонарь Армитек Викинг Про с комплектом сменных фильтров и возможностью бесконтактной зарядки аккумулятора. Если вам тоже нужен качественный, надежный фонарь от одного из ведущих производителей в мире, то вы можете получить скидку, покупая фонари Армитек, на их сайтах, которые я оставлю в описании под этим видео, по промокоду UNDERWOLD. Надо сказать, что общая площадь только помещений первого этажа цехов, в которых я нахожусь, превышает 15 с половиной тысяч квадратных метров. В этих же производственных зданиях расположены административные помещения на втором этаже и огромный технический этаж. И это не говоря о зданиях, находящихся на другой части территории, расположенной ближе к охране. Похоже, там нас что-то интересное ждет. Похоже, здесь располагались трансформаторы, которые были полностью выпилены, силовые шкафы и, судя по оставшимся аккумуляторам, здесь было предусмотрено автономное питание. Правила безопасности по работе высококнапора с устройствами высокого напряжения. Ну, понятно, тут сидели электрики. Правда, от того, чем они тут занимались, уже ничего не осталось. Вот еще одно техническое помещение. Точнее, скорее всего, это был склад для механиков, для слесарей, которые обслуживали станки, обслуживали электрику здесь. А вот и спуск в подвал. Правда, похоже, он хорошо затоплен. Какие-то электромоторы. Да, подвалчик обширный, но он хорошо затоплен. На этой фабрике встречается очень необычное решение, которое мы увидим здесь еще не раз. Помещение туалетов, расположенное островками посреди вестибюлей. Кстати, обратите внимание, какая разветвленная канализация. А вот и чемпионат Запилов только с обратной стороны. Ну что же, давайте отправимся на второй этаж, где, скорее всего, располагалась административно-хозяйственная часть. Я думаю, что мы здесь пробежимся быстро, потому что завод огромный. А мы еще не осмотрели даже один цех, только, точнее, одно здание, в котором было расположено несколько цехов. Политика Экспресс. Да, очень интересно, при чем тут красивая девушка и политика. Ну да ладно, вот вам еще немножко артефактов из прошлой жизни. Июнь 84-го. Социализм. Журнал Союза Коммунистов Югославии. Но количество артефактов, найденных в опустевших кабинетах, заставило меня задержаться на этом этаже. Чего здесь только не нашлось. От старых калькуляторов со светодиодными 7-сегментными дисплеями до компьютеров из 90-х. Нашелся здесь даже арифмометр. Слышали такое слово? Предшественник калькулятора. Настольная механическая вычислительная машина. Интересно, что канализационные трубы прямо посреди зала проходили. Одну даже уже срезали. Это вот то самое, что мы видели внизу. А вот выход на технический этаж, где располагалась вся эта безумная вентиляция. Тут, естественно, тоже уже все срезано. Вот какой-то счетчик. И оттуда уходят воздушные каналы. Из-за работы на текстильной фабрике с красителями и другими вредными веществами, масштабы и сложность вентиляционных систем здесь просто поражают. Помимо обеспечения притока свежего воздуха в цеха и удаления оттуда загрязненного воздуха, здесь, на техническом этаже, располагались фильтры, препятствующие вредным выбросам в атмосферу. Молодно. Если в такой воздушный канал упасть, тут хоть и не очень высоко, хотя нет, прилично. И костей не соберешь. А вот оттуда осуществлялся воздухозабор с крыши. Естественно, все это запитывалось от электричества, и тут масса электрических щитков. Интересно, какой гул все это издавало, и как тут работали люди на этом этаже. А вот опять вентиляция, вентиляция, вентиляция. Очень оригинальные туалеты, сделанные островками посередине помещения. Оригинальное решение. И даже тут чемпионат запил на втором этаже. Вот так вот распиливается наследие югославских времен. А вот и еще мастерские. Здесь, видимо, сидели механики, которые обслуживали все эти станки. Во времена, когда фабрика работала, в каждом цехе находилось множество станков и прочего оборудования. Естественно, здесь был персонал, который обслуживал все эти механизмы. Наладчики, слесари. И вдоль цехов располагалось множество помещений для этих рабочих, а также склады запчастей, инструмента и так далее. Тут, похоже, какой-то склад был. Интересно, что под всем цехом проходила дренажная канализация. Но это, в принципе, и неудивительно, поскольку на таких предприятиях обязательно должна была присутствовать автоматическая система пожаротушения. Вот там вот подальше можно увидеть один из датчиков. И логично, что в случае ее включения вода куда-то должна была удаляться. Да и мылись, наверное, эти цеха явно не щеткой. И снова многочисленные системы вентиляции. Причем тут еще не все топило. Вот даже можно видеть полностью в сборе с мотором циклона. Да, друзья, насколько же это было мощное предприятие. Неоднократно читал в комментариях, что многих раздражает, когда я на объектах говорю на камеру шепотом. На этом заводе я вообще старался комментировать увиденное по минимуму, чтобы не привлечь внимание охраны. Представьте себе, что этот или подобный ему завод оставался бы без охраны десятилетия. Сохранилось бы все это оборудование, все металлоконструкции на протяжении стольких лет? Конечно нет. И это говорит о том, что охрана на предприятиях с подобным с охраном не зря получает зарплату. Поэтому и приходится, снимая в таких местах, проявлять осторожность, чтобы не спалиться. А вот, похоже, и выход на крышу этого здания. Ну да, не на крышу, а в машинное отделение лифта, где все еще не распилено. Хотя и на крышу здесь тоже можно выйти. Посмотрите, как интересно были сделаны колпаки для освещения цехов, для экономии электричества и для возможности естественного освещения. И все это современное. Мы видели подобное на зиле, но вот это, по-моему, явно более современное. Проведя несколько часов, исследуя опустевшие цеха, настало время отправиться на территорию фабрики. Чтобы посмотреть другие корпуса, многие из которых представляли историческую архитектурную ценность. Решил посмотреть несколько помещений еще в старых зданиях, а тут уже сортиры. А тут был склад, угадайте чего, накладных плечиков. Я небольшой мастер шитья и выкройки, поэтому могу неправильно называть. Я так понимаю, что это склады сырья. Новых местных хозяев они не очень-то волнуют. Тут же даже деревья рубили для какой-то цели. Тут уже из этих помещений, по-моему, не вывозить нечего. Это очень старые цеха. А вот теперь, собственно, вопрос рискнуть пройти в старую часть завода, где, собственно, и сидит охрана. Или же не рисковать и выходить тем же путем безопасным. Пока еще не решу. Конечно же, после недолгих раздумий любопытство взяло верх, и я отправился в старую часть территории. Ну а дальше мне предстояло выбираться через площадь, на которой висела камера. Поэтому я решил дождаться сумерек, благо ждать осталось недолго. Почти весь день я провел на территории этой фабрики. Я обосновался в цеху, где явно хранилась какая-то химия. Там стоял очень резкий запах. Но благодаря конфигурации помещений у меня была возможность находиться там незамеченным. Даже в случае, если охрана будет делать вечерний обход территории. Вау! Все, выбрался. Все отлично. Друзья, а мы подготовили для вас подборку сталков по самым интересным объектам России и мира. Так что переходите по ссылке, которая сейчас появится, и смотрите этот плейлист. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого наилучшего! Субтитры сделал DimaTorzok